Добрый день всем любителям военно-морского флота. Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Сегодня мы рассмотрим американский линкор 6 уровня Нью-Мексико. Как обычно, в начале немного истории. В 1915 году американцы продали Греции два устаревших линкора Миссисипи и Айдаха. Поэтому в этом году было заложено вместо двух привычных три корабля по проекту линкор 1915 года. Это Нью-Мексико, Миссисипи и Айдаха. Новый линкор основными параметрами напоминал корабли типа Пенсильвания. Но в конструкции было использовано несколько серьезных изменений. Внешне это выражалось в новом изогнутом форштевне, переходящем ниже водерлинии в несколько выдающийся вперед выступ. Нью-Мексико стал первым американским линкором, на котором была установлена турбоэлектрическая энергетическая установка. Первые же испытания механизмов показали правоту проектировщиков. Турбоэлектрический агрегат расходовал всего 187 тонн топлива в сутки, в отличие от одноклассников, которые расходовали на 60 тонн больше. В качестве главного калибра на Нью-Мексико были установлены 12 356 мм орудий МК-7. Дальность стрельбы снарядом весом 680 кг при максимальном угле стрельбы 15 градусов составляла 21,4 км. Нью-Мексико был вооружен двумя носовыми подводными 533 мм торпедными аппаратами. Отделение подводных торпедных аппаратов длиной около 8,5 метров и шириной во весь корпус располагалось перед носовой башней. Боезопасно каждый аппарат 6 торпед, которые заряжались в него сбоку. Специальных приборов управления торпедной стрельбой не было, а всем вооружением корабля управлял старший артиллерийский офицер. Нью-Мексико вошел в строй 20 мая 1918 года. В январе 1919 года эскортирует в Брест транспорт Джордж Вашингтон с президентом Вильсоном на борту. За время нахождения во Франции новый линкор посетило множество английских и французских морских специалистов. На обратном пути домой была найдена живая мишень – полузатопленная шхуна Шерлотта Сибели. Сняв экипаж, линкор потопил ее несколькими снарядами. Значительно позже выяснится, что эта американская шхуна станет единственным судном, потопленным Нью-Мексико за всю его карьеру. В связи с изменением внешней политики США создает два флота. Нью-Мексико становится флагманом Тихоокеанского, базируется на Сан-Педро и периодически совершает походы на Гавайи. За свои победы в артиллерийской стрельбе механизмом и боевой эффективности получил прозвище «Королева» и мясной мяч. Это вымпел красного цвета с белым кругом посередине, что напоминало срез окорока с сахарной косточкой. В марте 31 января 1933 года линкоры типа Нью-Мексико прошли масштабную модернизацию. За счет установки бортовых булей усилена противоторпедная защита, общая глубина которой достигла 6,7 метра. Увеличена толщина палубы до 140 мм. Заменены решетчатые мачты настройки системы управления артиллерией. Усилена зенитная артиллерия и заменены главные механизмы. Радикальные изменения произошли и с вооружением. Изменена конструкция башен главного калибра, что позволило вести огонь с возвышением 30 градусов на расстояние около 30 км. Пневматическую катапульту заменили на пороховую. На корабле появились две новые настройки, где располагались посты управления зенитным огнем, командно-дальномерный пост управления огнем главного калибра, а также посты управления огнем вспомогательной артиллерии. В процессе модернизации полностью заменили энергетическую установку. За счет этого мощность увеличилась до 40 тысяч лошадиных сил. С началом Второй мировой войны линкоры типа Нью-Мексико переходят в Атлантику. В июле-августе 1941 года патрулируют на пути следования конвоев, но без каких-либо результатов. После нападения Японии и разгрома Третьей линейного флота США, командование принимает решение перевести все три линкора типа Нью-Мексико на Тихий океан. В январе 1942 года корабли приходят в Сан-Франциско. Пройдя курс боевой подготовки, Нью-Мексико и Миссисипи только в конце августа 1942 года прибыли в Пёрл-Харбор. Первой боевой операцией Нью-Мексико и Миссисипи стало прикрытие эскортных авианосцев, идущих Гуадал-каналу в январе 1943 года. Принимали участие в Олиутской операции, после которой Нью-Мексико ушел на ремонт в сентябре 1943 года. В ноябре совместно с Миссисипи и Айдахо поддерживал огнем высадку десанта на Атол Макин. Во время бомбардировки у Миссисипи в злополучной башне номер 2 произошел взрыв, аналогичный взрыву 1924 года. Искры подожгли несколько зарядных картузов, погибло 43 человека прислуги башни. В феврале 1944 года бомбардировали укрепление Атолла Кваджилейн в группе Маршаловых островов. Огонь в Миссисипи был настолько эффективен, что район работы линкора выглядел абсолютно опустошенным и безлюдным. В знак уважения к такой работе солдаты 7-й пехотной дивизии это место назвали пляж Миссисипи. Предположительно огнем Айдахо в лагуне потопленный танкер и вспомогательный корабль. Миссисипи и Нью-Мексико 24 ноября прикрывали группу эскортных авианосцев к югу-западу от Бутаритари, когда в один из них в леском бэй попала торпеда из подводной лодки И-175. Сдетонировали авиабомбы и авианосец спустя 23 минуты скрылся под водой. Кусок палубы долетел до королевы. На фото матрос держит его в руках. В операции по захвату Марианских островов Нью-Мексико и Айдахо активно обстреливали укрепление Тиньяна, затем Гуама. В апреле Миссисипи, а в июле Нью-Мексико покинули зону боевых действий и ушли на модернизацию. В сентябре Миссисипи и Айдахо обстреливают в течение недели остров Пелелиу, один из форпостов японцев на пути к Филиппинам. В ночном бою в проливе Суригао 25 октября 1944 года Миссисипи успел дать по противнику всего один полный залп. Японское соединение адмирала Ниссимуры было сильно прорежено тропедными катерами и эсминцами, поэтому артиллерийской дуэли между линкорами не получилось. Это был последний бой линкоров во Второй мировой войне. В начале января 1945 года Айдахо находится в ремонте, а Нью-Мексико и Миссисипи поддерживают огнем высадку десанта в заливе Лингоен, острова Лусон на Филиппинах. На борту Нью-Мексико находится много английских наблюдателей за американской тактикой десантирования. Отражая атаки Камиказе, Нью-Мексико одновременно обстреливал цели на берегу. В полдень японский самолет врезался в ходовой мостик линкора. При взрыве погибло 30 человек, в том числе командир корабля Флеминг, английский генерал-герой Африки Ламсден и корреспондент Лайф Чикеринг. Повреждения корабля быстро ликвидировали и королева снова открыла огонь по береговым целям, уничтожив в том числе в глубине обороны два важных моста. 9 января своего Камикадзе получил и Миссисипи. Удар пришелся с левого борта под носовой надстройкой. Корабль получил крен 1,5 градуса, погибло 22 члена экипажа. В марте прошел ремонт в Пёрл-Харборе. У Ивазимы Айдаха был единственным представителем своего типа. Сестершипы находились в ремонте после боев за Филиппины. Руководству флота пришлось привлечь к этой операции таких ветеранов, как Техас, Нью-Йорк и Арканзас. Работа была уже привычной. Уничтожить на берегу все. Уходя в ремонт с Ивазимы, Айдаха имел 9 сбитых самолетов, множество уничтоженных бункеров и сооружений, два небольших судна, потопленных в бухте Наха. Следующая масштабная операция с участием Нью-Мексико, Миссисипи и Айдаха – это захват Океанавы. В течение 6 дней марта 1945 года линкоры прикрывали своим огнем работу тральщиков и подрывных партий. Когда первая волна десанта 1 апреля высадилась на берег, все береговые цели в секторе работы линкоров были уничтожены. Миссисипи и здесь прославился ювелирной стрельбой. Прямые попадания главного калибра в блиндажи, штаб, артиллерийские бункеры и даже входы в пещеры Шьюри-Кассел, сильнейшего фортификационного сооружения, не прекращались до 27 мая, когда оборона японцев рухнула. 5 июня Миссисипи поймал второго Камикадзе. Попадание пришлось в правый борт в район Шканцев. Погиб судовой капеллан. Атаки Камикадзе обрушились на корабли с невиданной силой. 12 мая в сумерках уже подбитый самолет врезался в королеву. Пламя от взорвавшегося бензина поднялось на высоту 60 метров. Часть зенитного боезапаса, находившегося рядом с местом взрыва, через колосники провалились в котельное отделение. Потери составили 177 человек, включая 55 убитыми. Восстановить работу поврежденных котлов можно было только на верфи. 13 мая с утра линкор продолжил свою работу, одновременно производя ремонт с помощью подошедшего судна Оушенс. Только спустя две недели Нью-Мексико ушел на Гуам в ремонт. За шесть недель боев у Океанавы Миссисипи выпустил 2289 снарядов главного калибра и 6650 127-мм. Орудия полностью пришли в негодность и требовали замены. Но война уже подходила к концу. 2 сентября 1945 года все три линкора типа Нью-Мексико находились в Токийской бухте при подписании капитуляции Японии на борту линкора Миссури. Оттуда королева ушла в Пёрл-Харбор, затем в Норфолк, последний раз пройдя Панамским каналом. 25 февраля 1946 года ее исключили из списков флота и 9 ноября продали на слом. Миссисипи и Айдаха в сентябре 1945 года эскортировали прославленный авианосец Энтерпрайз к западному побережью США. Затем Миссисипи ушел в Новый Орлеан, оттуда в Норфолк, где стал модернизацию в экспериментальный артиллерийский корабль AG-128 на замену окончательно изношенному Вайомингу. Айдаха продолжил путь вместе с Энтерпрайзом Панамским каналом и 16 октября прибыл в Норфолк. 16 сентября 1947 года его исключили из списков флота и 24 ноября продали на слом. Сегодня имя 47 штата США Нью-Мексико носит атомная подводная лодка номер 779 класса Вирджиния 2 серии. Имя 20 штата США Миссисипи использовалось 5 раз. Это колесный фрегат постройки 1841 года, линкор 23 проданы Греции, линкор 41, атомный ракетный крейсер номер 40 класса Вирджиния и атомная подводная лодка 782 тоже класса Вирджиния постройки 2012 года. Имя 43 штата Айдаха также использовалось 5 раз. Это паровой шлюп 1864 года, линкор 24 проданы Греции, патрульный катер номер 545, линкор 42 и находящаяся на данный момент в постройке атомная подводная лодка номер 779 класса Вирджиния 4 серии. Более подробно с историей линкоров типа Нью-Мексико вы можете ознакомиться из альбома Сергея Сулиги, который вы сейчас видите на экране. Это издание 1996 года, возможно есть и более новые или в электронном виде. Проникнуться духом боев на островах Тихого океана и немного работой линкоров по береговым целям можно из очень хорошего фильма с участием Николаса Кейджа «Говорящий с ветром». Наверняка многие из вас его видели, кто не видел, очень рекомендую посмотреть. На этом с исторической частью мы заканчиваем и перейдем к рассмотрению характеристик корабля и непосредственно бою. Сравнительные данные вы видите на экране, Фусо у меня еще к сожалению нет, поэтому немного картина неполная. Итак, у Мексики лучше ПВО, выше максимальная скорость хода, меньше радиус циркуляции и время перекладки рулей. Как ни странно, по обоим пунктам лучше и маскировка. Фусо превосходит Мексику по очкам боеспособности, скорости поворота башен главного калибра, скорострельности, дальности стрельбы главным калибром. Традиционно для японцев больше урон осколочно-фугасным снарядом. В принципе, оба корабля сейчас хороши на своем уровне и особого лидера выделить сложно, но все-таки на них кеймплей немножко отличается. Если на Фусо можно начинать окучивать противника издалека, то все-таки на Нью-Мексико нужно, стиснув зубы, немножко пробиваться вперед. Модули на Мексике стоят следующие. Орудие главного калибра модификация 1, это без вариантов. Система управления огнем модификация 1 тоже, на мой взгляд, самое то. Дальность стрельбы это то, чего очень не хватает линкору. И третий и четвертый слоты. Система борьбы за живущесть модификация 1 и 2. Как я уже неоднократно говорил, горим мы часто и очень ярко, поэтому с этим как-то надо бороться. Камуфляж тип 2 на уменьшение точности стрельбы противника по нашему кораблю. Флаги на 20% скорости восстановления, плюс 50% к опыту за бой, минус 20% времени тушения пожара, плюс 5% дальности стрельбы противоминного калибра, плюс 20% заработка за бой и, конечно же, минус 20% времени на устранение затопления. На мой взгляд, это вполне достаточный комплект для максимального фарма, максимально комфортной игры на линкоре. Навыки командира. Базовая огневая подготовка, которая улучшает наш противоминный калибр. Основы борьбы за живущесть, противопожарная подготовка. И, конечно же, супер интендант для дополнительной хилки. Если вы успели докачаться до четвертой линии навыков, то, конечно же, усиленная огневая подготовка, которая улучшит наше ПВО и противоминный калибр. На этом, пожалуй, с характеристиками все. И давайте непосредственно займемся боем. Как вы успели заметить, мы встретили на нашем пути фурутаку. Это фурутака. А фурутака должна страдать. Один залп от нас она уже получила. Сейчас мы перезаряжаемся и готовим ей подарить второй залп бронебойных снарядов. Время идет на перезарядку очень и очень долго на линкоре. Скорострельность всего 2 выстрела в минуту. Как вы видели, заходили в атаку бомбардировщики, но не достигли особого успеха. Фурутака горит, боеспособность у нее пыль. Даем залп и, по идее, тут даже должно было хватить одного снаряда. Хватает двух. Фурутака уничтожена. И у нас уже есть первый почин в этом бою. Немножко раньше, пока я вам все рассказывал, мы помогли отправиться в порт вражескому эсминцу. Ну, в общем, как-то бой потихонечку начинает складываться. Здесь что-то в нас пыталось прилететь с Кливленда, но не долетело. Вражеский линкор прячется в проливе. А здесь мы видим, крадется кума. Но кума крадется тоже далеко, нам ее за скалами не достать. Поэтому попробуем немножко окучить Кливленд, который идет как-то так, ну, совершенно под приятным к нам углом. Даем по нему залп и смотрим, что же сейчас произойдет с фуловым Кливлендом. А происходит с ним две цитадели, четыре попадания, и у него остается всего 5000 очков боеспособности. От абсолютно фулового корабля, которого было изначально 35000. Вот он здесь немножко приклеился к берегу, но это ему не поможет. У меня происходит зарядка, залп, и к нему полетели навстречу еще наших 12 сарделек с бронебойными головками. Хрязь и до свидания, Кливленд. Успевает он дать ответный залп по нам, но это уже, конечно же, ничего. Мы от него просто отворачиваем. И тут у нас справа проявляется Мёги. Мёги это такая особая вкуснятина для линкоров шестого уровня. Особо ничего он нам сделать не может, а тем более, если мы подошли к нему на дистанцию нормального ведения огня, то как бы Мёги совсем уже будет плохо себя чувствовать с его шестью орудиями. Но наш залп в него заходит почему-то всего одним снарядом. Очевидно, я взял совершенно неправильное упреждение. Но ничего страшного, мы его окучим в следующий раз. Ждем мы, пока выйдет из-за угла Мёги. Но парень понял, что дело здесь пахнет абсолютно жареным. Начинает отворачивать. Под таким неудобным углом стрелять бронебойными смысла нет. Здесь рядышком есть еще один Кливленд, который тоже можно немножко нафаршировать бронебойными головками. Даем по нему залп. Тем не менее, тем временем здесь у нас небольшая скучность кораблей. И всего попадает два снаряда в Кливленд. Кливленд, наверное, имеет артиллерийскую тревогу у капитана. И поэтому, как только я дал залп, он начал сразу отворачивать. Но ничего страшного, здесь я заметил, что у нашего крейсера очень критическое положение. Наша кума вышла на два крейсера и на линкор противника. Они очень сильно ее раздамаживают. И я решил отвлечься от дуэли с Мёги и с Кливлендом. И немножко помочь нашей куме. Медленно, медленно мы, как поется в одной старой песне «Из-за острова навстречу». Выходим навстречу первой куме. Она еще ничего толком не подозревает. А наши бронебойные снаряды уже навострили зубки на ее цитадель. Залп. Здесь мы чуть-чуть не сталкиваемся. А что кума? Хресь. И кума переходит в порт. Две цитадели, одно попадание. И на этом «До свидания, кума». Но здесь есть еще одна кума. Здесь есть еще маленький линкор противника, конечно, который нам не конкурент. Но, тем не менее, поскольку мы топ в команде, мы продолжаем выполнять свою задачу топа. То есть, максимально минусовать стволы в команде противника. Да, конечно, в данном бою мне попались противники очень мягкие. И можно было неплохо по ним настрелять. Цитадели они ловили только так и на ура. Вот следующая кума пробирается вдоль острова. Даем по ней залп. И смотрим, что произойдет. Ну, немножко я перестарался с упреждением. И зашло в нее всего пять снарядов. Цитадельки не получилось в этот раз. А здесь еще за ней рядом идет еще одна вкуснятинка. Это Саут Каролина, линкор третьего уровня. Ну, это просто такой мечтательный фраг для линкоров шестого уровня. Такая вкусная колбаска, которую можно аккуратненько нарезать ломтиками и положить себе в копилочку или в свой сундучок. Ну, тем временем у нас происходит зарядка наших орудий. Кума здесь пытается еще чего-то стрелять, но это уже ее совершенно не спасет. Летит очередной бронебойный залп. Бум! И до свидания, вторая кума. Таким образом, мы значительно улучшили положение нашего крейсера, который еле-еле был живой. И теперь он маленько осмелел и начинают обстреливать Саут Каролину. Мы заряжаемся. Смотрим. Угол, конечно, совершенно неудобный для стрельбы бронебойными снарядами. Но, тем не менее, отдаем в залп. Все равно какой-то мы дамах нанесем. Мы не Ямато. Это Ямато может только с такого угла пробивать цитадели на вылет. Но, тем не менее, песня Саут Каролины уже спета. В принципе, он просто как-то так тупо идет в бой, ни на что не надеясь. Надежды у него никакой нет. И просто мы ждем перезарядки наших снарядов, наших орудий, для того, чтобы быстренько ее добрать. Ее продолжают обстреливать наши противники потихоньку, уменьшая ее боеспособность и уменьшая наши кредиты, которые мы заработаем, уничтожив этот фраг. Ну, что ж, такая она командная игра. Даем очередной залп и говорим до свидания Саут Каролине. На этом, я считаю, мы задачу топа в нашей команде выполнили очень неплохо. Мы раздамажили 5 кораблей. Остался Фусо, который где-то бегает в конце карты у противника. Наши потихоньку берут базу и вот, наконец-то, добивают Фусо. И получаем законную победу. 387 тысяч серебра, уничтожено 5 кораблей, 6 цитаделей, 41 попадание. Мы на первом месте в команде, получив 2000 очков. Команда противника, конечно, сыграла значительно хуже. Сейчас вы видите корабли, с которыми мне удалось поперестреливаться в бою. Ну и, в принципе, бой получился довольно удачный. Тем более, учитывая, что мы его проводили на абсолютно стоковом корабле, на который я успел только поставить модуль на дальность стрельбы. Что еще можно сказать о линкоре типа Нью-Мексико? Ну, как я уже говорил, корабль очень хорош на своем уровне. В принципе, играть на нем довольно приятно и комфортно. В дамах противнику он наносит довольно хороший. Но, как любой линкор, он командно зависим. Если команда играет из рук вон плохо, то один в поле не воин. Сделать у вас, конечно, не получится толком ничего. Вас рано или поздно заберут. На этом, пожалуй, на сегодня у меня все. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на наши каналы Викхалт или на канал под веселым Роджером. До свидания, друзья. До новых встреч.